Святитель Николай не столько известен своими прижизненными благими делами, которых было предостаточно, сколько чудесами, которые он являл после своего успения. Архиепископ Мирликийских представился ко Господу примерно 1700 лет назад, и все эти века он покровительствует людям. Одно из последних явлений Николая Чудотворца было четверть века назад на территории тогда еще разрушенной Жадовской обители. Его икона вместе со Спасителем и Божьей Матерью появилась на сохранившемся братском корпусе монастыря. Это чудо, продолжающееся три дня, стало наравне со вторым обретением главной святыни пустыни, Жадовско-Казанской иконы Божьей Матери, отправной точкой восстановления обители. Этот момент изобразили на внутренней росписи Казанского собора. Святители Николая, епископы Мирликийского Чудотворца, Праздничное богослужение в Жадовской обители началось ни свет ни заря. В 7 утра. Около 10 прихожан и братья монастыря вместе с владыкой Филаретом вознесли сугубые молитвы святителю Николаю. В наши трудные времена его помощь была бы как никогда кстати. Для всех православных он скорый помощник номер один. В его честь освящены тысячи соборов, храмов, часовен и молитвенных комнат. Здесь мы взываем по всему сердцу. Поэтому даже до сих пор мы читаем, что многие чудеса там случаются уже в современной, нынешней жизни. Святитель Николай приходит и помогает всегда так обустраивать дела в нашей жизни. И у меня вот снова тоже были такие же жизненные ситуации. Кругом святитель Николай помогает, поэтому всегда святитель обращайтесь, молитесь. И по молитву святитель Николай Господь всегда, потому что следует помочь. Спасибо, Господь, всех с праздником. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии. Специально для Управдам ТВ.